Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А чё бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вы надеялись отдохнуть от нас. Думали, что так вот всё кончится на Камчатке. Нет, ребята, рок-путешествия продолжаются. И мы опять отправляемся в рок-путешествия. Находимся мы, если вы обратили внимание, в Шереметьево. Терминал Д на этот раз. И вы подумали, что мы летим в Одессу? Нет, ребята, в Одессу мы в последнее время не летаем. По некоторым событиям, причинам. Мы летим в нашу любимую русскими Турцию. В город Даламан. Вот туда мы и летим. Потому что, ну как без Турции? Это же наши старые заклятые друзья. Мы же с ними воевали 351 год. Вы забыли, да? С 1568 по 1918. Подзабыли, да? Поэтому, ну как мы без этих друзей? Нам нельзя. Нам обязательно надо у вас летать и посмотреть. Мы же каждый год туда летаем. Вот и сейчас мы полетим, понежиться, позагорать, поплавать. Поесть all inclusive, все, что можно. И вернуться домой набравшимися сил и энергии. И мы обязательно сочиним вам там песню. Турецкую. Это без этого нельзя. Это уже у нас традиция. Вы же понимаете. Поэтому ждите. Мы оттуда приедем с песенкой. Погнали. А сейчас я хочу проверить один местный ресторан. Я их раньше не видел. Он называется Узбечка. Мы вот там решили сесть и на дорожку, вы знаете, за хороший полет там выпить водичку. Но вот она сзади, Узбечка. Мне в Москве очень нравится Урюк. Прекрасный ресторан. Ну вот такой вот. Проверим сейчас Узбечку. И уже потом, 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 после того, как я наемся материальной пищей, я пойду за духовную. Видите, тут пресса сзади. Чтобы я в самолете мог что-то почитать. Пойдемте. Вот она Узбечка. Уважаемые любители рок-музыки. Ну вот мы и в Узбечке. Видите, хорошие столики, хорошие лавочки. Но тут есть один небольшой уже недостаток сразу. Тут официантов нет. Тут самообслуживание. Ну, хотя с другой стороны, наоборот, может это и лучше даже. Такой а-ля шведский стол. Столовая такая советская. Но что я себе взял? Я взял себе долму со сметанкой. Кутаб с сыром и зеленью. Ну, кусочек шашлыка и традиционные манты. Все это со сметаной. Еле выбил сметану из него. Жалко ему было. Я говорю, у него сметаны побольше. Он не понимает. Говорит, это порция. Я говорю, это мне все равно, я за две порции заплачу. Так и не уговорил его. На одну порцию положил. Ну, и томатного сока. Сейчас буду пробовать. А потом говорить тосты. Хорошо. Уважаемый любитель рок-музыки, пробую первое блюдо. Долма. То есть голубцы из виноградных листьев. В переводе на русский язык. Со сметанкой. Чуть-чуть. А ну. Аутентично. Хорошо. Хорошо. Понравилось мне. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну что, ребята не подкачали. Долма аутентичная. Где я первый раз попробовал долму? Вот вы будете смеяться. Вы думали в Азербайджане? Нет. Я ее попробовал на Украине. Потом приготовила мне ее. Азербайджанка. И тогда я был удивлен. Я не ожидал, что можно из виноградных листьев делать голубцы. Оказывается, можно. Вкусно. Реально. Но к этому надо привыкнуть. Мне всегда нравились узбеки. Потому что очень гостеприимные, хлебосольные люди. Они русских мне напоминают. Такие же, с широкой души люди. Поэтому я хочу выпить. За дружбу между народами. Вот за вот это хочу выпить. За то, чтобы мы были такими же хлебосольными, доброжелательными, добродушными. И открытыми к этому миру. Давайте. Уважаемый любитель рок-музыки. Приступаю к второму блюду. Манты. Но это уже четко узбекское блюдо. Вот уж никуда не денешься. Если, повторюсь, до ума это все кавказское блюдо. Хотя спорят армяне с азербайджанцами, чье оно. То тех или тех. Я думаю, кавказское блюдо. Вот так вот я сказал. Но это уже Азия. Однозначно. Манты. Пробуем. Пробуем. Умеют ли тут в ресторане узбечка готовить манты. Ну, минус сразу ставлю. Минус, понимаете. Потому что невозможно пробить эту шкуру. А по вкусу нормальные. Хорошие. С бараниной. Неплохие. Повторюсь. Для придорожного кафе неплохо. Единственное, что вот тесто. Ну, тут оно плохо пробивается. Хотя жуется нормально. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, что. Неплохие манты. Неплохие. Четверочку тянут. Тесто немножко такое жестковатое. А так, хорошее, вкусное. Но это традиционное блюдо. Наверное, у всех народов оно есть. Потому что у украинцев это вареники с мясом. У русских это пельмени. У грузинов это хинкали. А у азиатов это манты. И самое смешное, что они все по-разному вкусны. Они разного вкуса все. Реально. Они различаются по вкусу. Поэтому я хочу выпить. Знаете, за что? За то, чтобы мы умели сделать разнообразие. Из одних и тех же продуктов. Из одних и тех же нот. Чтобы мы могли сочинить потрясающе разнообразные вещи. Вот за вот это хочу выпить. Давайте. Уважаемые любители рок-музыки. Ну и напоследок я попробую кутабчик. Это тоже азиатское блюдо. Кутаба это узбекское. Чисто. Однозначно. Тут он с сыром, с зеленью, без мяса. Попробую. А умеют ли? Неплохо. Неплохо. Тут контрольную закупку мне не удалось совершить. Имеется в ду-кофе латте заказать. Но нету его. Поэтому я пью томатный сок. Сок нормальный. Хороший. Густой. Такой прикольный. Поэтому ставлю этому придорожному кафе четверку. Все блюда на четыре. А выпить, конечно же, хочу за хороший полет и мягкую посадку. До встречи в Турции, уважаемые любители рок-музыки. Давай. Ну и как побывать в узбекском ресторане узбечка, пусть даже в аэропортовом, и не попробовать плова? Это все-таки национальное блюдо узбекское. Поэтому, конечно же, я взял чуть-чуть плова. Попробовать. Как он? Ну я вообще отмечаю. Что я отмечаю? Вот ресторан называется узбечка. Кухня там узбекская. Ну, есть азербайджанские блюда. Вы видели долму. Ну, но работают повара узбеки и обслуживают, и продавцы тоже. То есть он узбекский. Поэтому все блюда аутентичны. И плов, и долма, и кутабы, и манты. Они аутентичны. Это правильно сделанные блюда. А по поводу плова расскажу вам, как я его первый раз, узбекский плов, попробовал. Потому что то, что делали мы на Украине, ну, наши родители, это все-таки был их каша рисовая с мясом. Это не плов. Плов все-таки готовится специально на курдючном жире, настоящий плов. И мы как-то были в 1978 году в Ташкенте на первенстве Центрального Совета трудовые резервы. Жили в гостинице Ленинград. Ну, там нас кормили, там в ресторане, там по талонам. А вечером мы как-то пошли в местную чайхану, ну, попробовать колорита местного. Там можно было купить плов, можно было купить манты, ну, что-то еще там купить. Но в одном углу сидели аксакалы и сами готовили плов. Они приносили с собой мясо, приносили с собой специи, приносили с собой рис. И вот этот казан, и у них там как кул. Они сидели целый вечер его готовили, там рассказывали. Но они не пьют. Ну, сидят там, едят эти там всякие сухофрукты и готовят этот плов. И беседуют. Вот такое вот у них времяпрепровождение. И когда они узнали, что вот это тут сидит сборная Украины по боксу, то они пригласили нас попробовать это блюдо. Но мы, конечно же, не отказались. Сели попробовать. А они его ели руками. Вот так. Вот правильно. Ну, и мы, конечно же, так начали есть. Жир течет по рукам. Но это было прикольно. Но плов был высший пилотаж. Это было настолько вкусно. Язык проглотить. Вот это был плов. Это была не каша с мясом. Это был настоящий плов. И они нам еще на дорожку дали целый армейский вот этот котелок. Вот этот полный. Ну, такой термос. Они его нагрузили пловом и дали нам с собой. И мы еще на другой день. Он еще теплый был. Мы на другой день его еще ели. Поэтому хочу выпить. За гостеприимство. Вот такое человеческое. За эту дружбу народом, которая была в Советском Союзе. Вот за это хочу выпить. Давайте, чтобы и мы были такими же добрыми, открытыми. Хлебосольными, доброжелательными. Какими и есть русские люди. Давайте за это. Ну, вот и все, уважаемые любители рок-музыки. Мы в салоне самолета смотрим в иллюминатор. На дорожку мы выпили, как положено, за хороший полет и мягкую посадку. И будем надеяться, что все так и будет. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук.